Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно готова поговорить я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Задавайте свои вопросы по тематике нашей передачи, или вы можете рассказать любые свои истории. Мы готовы выслушать, может быть, даже удастся помочь. Вы можете звонить и комментировать даже ту тему, на которую мы будем сегодня разговаривать. Да, присоединяйтесь к нашему разговору без взаимных каких-то реплик, вопросов. Это все бессмысленные мероприятия. Елена, вы на меня посмотрели с вопросом о теме, да, сегодняшней? Да, я с таким ожиданием к вам адресуюсь. Я сегодня традиционно для себя так вот, наверное, отпихивался от каких-то тем. Заявил об этом в прошлый раз, да, тематизация. В общем, в психотерапии примерно, небольшая предыстория, в психотерапии примерно в консультировании. Я знаю, что обычно так и происходит. Можно, конечно, договориться, и так иногда бывает на приеме, да, когда люди, психотерапевт или психолог, и, допустим, человек, который к нему пришел, они договариваются. В следующий раз мы поговорим, например, о ваших родителях или о вашем детстве, или о ваших отношениях с супругом, с супругой, да. Ну, то есть это я называю тематизацией. Давайте мы, это как бы предложение, давайте мы в рамках какого-то определенного вопроса поработаем. Человек приходит и не получается, да, тема совершенно иная складывается. Происходит это либо так, потому что в течение недели человек может обдумывать эту тему, ну, она для него важна, но могут произойти какие-то события, ну, например, как сейчас, всплеск коронавируса, да. То есть мне кажется, что, не знаю, это может быть мое субъективное ощущение, но все остальные события, какие-то напряженные моменты снова немножко отходят в фон, а вот эта вот тревога, может быть, это опасение за близких, за себя, оно снова выходит на передний план, да, снова выходит на передний план следования вот предписаниям, о которых мы говорили, маски, руки, дистанции и так далее, и так далее, да. Вот, и человек может, задумав о том, что нам нужно поговорить о родителях, прийти и сказать, вот тема сегодня такая. И вообще, может быть, те люди, кто нас смотрят уже в течение какого-то времени, еще не ходили на прием к психотерапевту, к психологу, то есть, ну, не знают этой среды, и подозревают, что все должно быть структурировано. Вот в кабинете это очень не структурировано. То есть, начинать можно с чего угодно, и опыт показывает, что мы приходим все равно к каким-то вещам, которые беспокоят. Мы можем начать с коронавируса и прийти к родителям. Ну, да, и в своей практике, у меня тоже есть практика психологического консультирования. Я тоже замечаю, если мы обозначаем какую-то тему, и человек начинает как будто быть не относящийся к делу что-то рассказывать, но удивительным образом складывается, что это все равно имеет какое-то отношение к тем планам, например, поговорить о родителях. В неком таком параллельном процессе, как можно сказать. Ну, я добавлю к тому, что, Елена, вы сказали для наших телезрителей, для нашего разговора, для такой завязки, что никогда, не всегда видно, какие моменты в моей собственной жизни связаны друг с другом. Иногда кажется, что это никаким образом не связаны. Примеры. Женщина, которая физически ощущает недомогание, женщина уже, ну, скажем, немножко больше, чем за 40, за 50, вот, испытывает проблемы с... Кажется ей, что вот все как-то не очень внятно для нее вокруг происходит, то ли это сосудистые какие-то вещи, да, то ли это какие-то вещи гормональные. Женщины очень часто это связывают с климактерическим периодом, да, вот. И вот эта мысль о том, что это может быть... Это появилось внезапно, ну, недавно, относительно недавно, да. И мысль о том, что вот эти ее телесные, физические переживания могут быть связаны каким-то образом с жизнью, с отношениями, эта мысль, ну, пока не имеет права для нее на существование. То есть она для нее парадоксальна. Да. Зачем нам нужно обсуждать мои отношения с кем-то, там, с супругом, или с родителями, или с детьми, когда я... Ну, просто вот мне тяжело утром встать, да, это вот никак ведь не связано. Я, если поправлюсь... Да, конечно, мои отношения пострадали, ну, например, говорит эта женщина, но они пострадали, потому что я болею. А как только я выздоровлю, я вернусь к этим отношениям, все будет хорошо. Когда мы работаем, оказывается, что пострадали отношения раньше, и они привели к вот... в том числе к таким симптомам. Алексей, можете описать, я, может быть, даже поучаствую в вашем описании, как происходит этот процесс, когда психика, в которой какие-то вопросы не решаются, или они человеком выбрасываются из сознания, и психике приходится, ну, в буквальном смысле слова, эксплуатировать тело, чтобы достучаться до человека. Елена, я думаю, что ваша фраза «выбрасывается из сознания» требует серьезного какого-то такого разбора или анализа. Ну, по крайней мере, что значит «выбрасывается из сознания», да? То есть я, как человек 21 века, наверное, привык к тому, я думаю, что сейчас большинство зрителей заглянет в свою голову и скажет, я хозяин же в этой голове, да? Я все контролирую. Да, я все контролирую. Я, мало того, я очень образованный человек, и я много что знаю, и это действительно так, я замечаю связи одного с другим. А сейчас, может быть, даже я много читаю по психологии. В том числе, да, и по психотерапии. И знаю все эти словечки, знаю какие-то эти процессы. Каким образом что-то в моей голове может быть выброшено или куда-то дето без моего участия или моего ведома? Поставим паузу в разговоре, Алексей. У нас звонок. Да, хорошо. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да, 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 мы вас слышим. Представьтесь, пожалуйста. Катя, меня зовут. Здравствуйте, Катя. У меня такой вопрос. Ну, я немножко знакома к психотерапии, но вот про структуру говорили, что выстраивание структуры, да, но вот есть все время такое ожидание, что ты в следующий раз придешь, но я про себя, наверное, говорю, и эта структура все-таки будет выстроена. И вот это вот постоянно вот какое-то ожидание структуры, и что вот от этого будет легче. Наверное, вот так. Катя, а вы выстроены кем? Ну, она же сама по себе не построится. Как это вам, ну, представляется, если можно? Ну, наверное, все-таки это или иллюзии свои, или все-таки успокоение внутреннее, ну, чтобы снизить тревогу. Я себе такое объяснение все-таки о том, что если вот будет структура и какое-то будет понимание, тогда будет легче. Катя, еще, если можно, а структуры в данном случае, ну, вот в разговоре вашем с, допустим, с другим человеком, вы что называете структурой? Что имеется в виду? Ну, вот как в начале разговора шло, что вот заданная тема, все постепенно разложено, вот я про это. А когда это какой-то вкладывается очень большой багаж, то возникает больше переживаний. То есть, и у вас есть опыт какой-то, где вопрос, разложенный по полочкам, помогает, ну, вам как-то разобраться. Ну, это, наверное, привычка, отправляться так, когда это наоборот. Ну, когда не по полочкам, тогда это тревожно. Вот так, наверное. А в чем, вот, ну, я рад, что вы отвечаете, а в чем, ну, вот я сейчас, сразу вы говорите по полочкам, я представил себе, ну, рабочий стол, где у меня, например, может быть, кто-нибудь зайдет и скажет, у вас тут хаос, Алексей Михайлович, ну, вот какие-то скрепки могут лежать рядом с часами, здесь может лежать за... Кто-то скажет, что это беспорядок, возможно, да? В этом нет структуры. Вот есть ли такой пример? По полочкам это когда всему свое место какое-то? Ну, да, как расписание. Вот сейчас вот это, потом вот это, тут вот это, ну, все сложно, и все тогда легче. Да, спасибо. А тогда выходит и из рамок, тогда очень сложно. Катя, я хочу спросить в свою очередь. Скажите, пожалуйста, вот наверняка в процессе психотерапии вы узнавали, как, ну, происходит вот эта взаимосвязь между психикой и телом, как влияют чувства, эмоции. Вот какие-то знания, приобретенные в процессе психотерапии, они помогают вам структурировать вашу жизнь? Ну, в каких-то процессах, может быть, не на всех. Безусловно, что терапия, это идет все на пользу. Я говорю, что просто и понимание вроде бы есть, и все это как-то осознанность, но какое-то ожидание все равно присутствует. Я вот, наверное, как-то она, или то, что недосказано, возможно, я предполагаю, то есть недоразложено или что-то, ну, вот это внутреннее ожидание, оно все равно как будто тень присутствует. У меня такой вопрос, Катя. Как вам кажется, вот это желание систематизации в работе с психотерапевтом отражает ли ваше желание систематизировать и другие сферы своей жизни? То есть, может быть, это такой ваш личностный процесс какой-то систематизации или необходимости в этом? Ну, возможно, но это, наверное, наоборот вводит в какие-то тревожности, я бы так сказала, потому что это привычка, что все по расписанию, что все должно быть по расписанию, все должно быть вовремя, сложено. Если это выходит из каких-то рамок, то это возникает, ну, такая тревожность. Угу. Спасибо. Спасибо, Катя, вам за звонок, за отвагу позвонить. Я все-таки думаю, что звонить в студию – это отвага определенная. Я думаю, мы сейчас воспользуемся ситуацией и немножко пообсуждаем то, о чем вы говорите. Спасибо. Да, спасибо, Катя, за звонок. Для меня вот то, о чем сейчас мы начали говорить, это с одной стороны, безусловно, о порядке вот об этом каком-то. Я думаю, что большая часть людей, которые приходят на прием, они хотят, ну, если вот сейчас пользоваться тем, о чем мы говорим, они хотят внести ясность, что у меня происходит, да? То есть что-то сделать более понятным, ясным для себя. И в связи с этой ясностью хочется какой-то упорядоченности, то есть какого-то большего порядка. Я думаю, что проблема здесь возникает там, что порядок, он не везде возможен. Но там, где возможен, его навести, да? Я и хотела спросить, возможно ли систематизировать, упорядочить чувства, эмоции, отношения, ну, то, что условно потрогать нельзя, когда жизнь по расписанию, как сказала Екатерина, да? Ну, я могу предположить, там, подъем во столько-то на работу, может быть, там, еще какие-то дополнительные дела. Вот, все очень четко. И с одной стороны, да, это, возможно, в какой-то момент успокоение, в другой вызывают тревогу, но приходится рассуждать еще или смотреть в сторону отношений. Можно ли их так упорядочить? Или в кабинете психотерапевта или психолога всегда обсуждаются чувства, эмоции, и априори их упорядочить и разложить по полочкам нельзя? Я думаю, что, точнее так, я бы не противопоставлял одно и другое. То есть, и можно, и нельзя. И какую-то часть мы делаем по упорядочиванию, ну, то есть, какую часть? Мы, называя чувства, мы их в какой-то степени упорядочиваем, да? То есть, я сейчас злюсь, или я сейчас негодую, или я сейчас грущу. Ведь это какой-то такой, ну, я распознаю какие-то свои переживания, да? Ну, или это умение дифференцировать, да, те чувственные процессы, которые происходит? Ну, различать. Различать, да? Да, различать. Вот. Когда вы говорите упорядочить отношения, я сразу думаю, что, конечно, в какой-то степени их можно и нужно упорядочивать. И мы об этом тоже иногда говорим. То есть, нужно упорядочить отношения, например, когда я одновременно в нескольких семьях. Ну, что имеется в виду? У меня есть своя семья, да, где я супруг, и у меня есть родительская семья, где я ребенок. И, конечно, упорядочить эти отношения нужно. То есть, четко проводить границу, где заканчивается, ну, до определенной степени, понимать, где заканчивается, где границы моей семьи, да, и где начало родительской. Потому что очень многие беды... Часто вот это вот смешение действительно происходит. Да, да. И тогда супругу или супруге непонятно, с кем он живет. Иногда он живет и с женой, и одновременно с ее мамой, и папой, да, потому что жена приносит не только свои мысли, но и мысли своих родителей транслированные. Иногда прям напрямую говорят, а вот моим папой и мамой сказали, что вот нам нужно вместо того, чтобы покупать дорогую машину, нам нужно сделать ремонт, например, да. И супруг тогда думает, вот с кем мне сразу ехать к теще и тестью, с ними договариваться, или вот ко мне пришел такой... Или конфликтовать с тещей и тестьем не напрямую, а через жену. То есть все свое какое-то негодование по этому поводу выплескивает на нее, и с нее требовать ответа. Ну, например, да, да. Вот. И таких историй очень много, когда бабушки и дедушки добудут их годы долгими, это я искренне говорю, желаем, да, разным бабушкам и дедушкам долгого времени жизни, но при этом, когда они, вот, ну, влияют на внуков, на своих так, что непонятно, эти внуки уже дети бабушек и дедушек, да, или это дети своих родителей. То есть вот, ну, это такие примеры упорядочивания. Я думаю, что их вполне можно упорядочить отношениям. Мы вот с вами, выбирая сегодня тему, касались, так, в куларах разговаривали, я немного зрителей посвящу, да. Большая тема тоже мне ее принесли, скажем так, ну, жаргонное слово принесли, да, заговорили об этом в кабинете, когда взрослые люди, может быть, наши с вами ровесники, может быть, чуть старше, может быть, чуть младше, да, у которых дети уже выросли, у которых семьи стали неполными по каким-то причинам. Ну, супруг умер, да, развод случился, еще какие-то моменты. Вот. Они и хотят новую семью, да, они не прочь бы снова ячейку общества создать, да, жить вместе, спать вместе, готовить что-то вместе, фильмы смотреть. Но одновременно они не против быть отдельно, да, потому что я в своей жизни уже привык к определенным моментам, меня все устраивает, да, и вот получается такое, что вроде бы и здесь, и там. И иногда их близкие спрашивают, ну, если вам нравится, почему вы не вместе, да, а иногда близкие говорят, а чего ты там куда-то пошел, твоя семья же здесь, да, вот мама, например, может, там папа пожилый спрашивает, зачем тебе это нужно, да, вот мужчине или женщине. Я думаю, что это тоже про упорядоченность, это тоже про, ну, мы говорим вот это вот слово границы, оно сейчас очень, мне кажется, тоже оскоминно, приходится новый лексикон какой-то, новые слова, да, или их очень объяснять, эти слова. Вот, то есть наведение порядка, это наведение границы. Я думаю, что Екатерина отчасти, предполагаю, об этом говорила, да, потому что нужно внести какую-то ясность, и в связи с ясностью нужно внести порядок, потому что, ведь это не просто ради порядка, а потому что порядок, упорядоченность и последовательность, а последовательность это тоже порядок, приводит к определенному результату. Ну, вот в словах Екатерины, я как услышала, да, может быть, вы меня поправите, я услышала некое противоречие. Она говорит о том, что в ее жизни был период, или вот сейчас это все упорядочено, все по расписанию, и это в то же время вызывает тревогу, вот эта упорядоченность. При этом она приходит в кабинет психотерапевта, и там она хочет снова упорядоченности, но никогда это не оправдывает ее ожиданий. Как вот человек от одной упорядоченности, которая вызывает тревогу, хочет другой упорядоченности? Ну, возможно, она тоже будет вызывать тревогу. Но здесь, наоборот, тревога как раз сопутствует разрыву шаблонов, да, разрыву вот этих ожиданий, с которыми она приходит в кабинет. Ой, ну... Немножко путанно говорю, да? Нет, нормально говорите, как раз так. Я подумал, что тревогу может вызывать все, и вызывает все, и это такой нормальный момент. Я подумал еще вот о чем. Взаимодействие человека с специалистом, раз мы это тоже говорим, ну, все уже, наверное, сейчас знают и на это ссылаются, что отношения со специалистом это некая модель отношения клиента или пациента, ну, назовем, человека, да, пришедшего к специалисту, это некая модель тех отношений, которые у него есть за пределами кабинета, да. И это иногда, эти отношения со специалистом иногда вмещают в себя несколько отношений, то есть это могут быть, если мужчина... Ну, независимо даже от полу специалиста, да. Да, например, если мужчина, специалист мужчины, Это могут быть одновременно отношения, ну, эхо отношений с отцом, то есть это поиск защиты, поиск поддержки, да, доверия, это ситуация послушания, вы знаете больше, чем я, да, и я, безусловно, послушаю то, что вы мне говорите, да, иногда, может быть, это в ущерб себе, потому что всякое бывает. Это отношения с супругом, с мужчиной, да, это отношения… Он действует как мать, то есть что мы имеем в виду? Он теплый, принимающий, с теплыми руками, в буквальном смысле, да, выслушивающий, готовый разговаривать, и мама, ведущая себя, ну, как отец, да, добывающая, холодная, структурированная… Контролирующая. Контролирующая, да, и, ну, например, не имеющая времени, вот добывающая там какие-то ресурсы, да, которые необходимы семью. Очень много ролевых позиций поменялось. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу и к отсылке к Екатерине, я думаю, что здесь тревога может быть еще связана… Я обычно на это обращаю внимание. Оно связано с тем, с той упорядоченностью, что происходит в самом пространстве, взаимодействии специалиста, одного человека, который в ранге или в роли специалиста находится, и другого человека, который приходит и находится в роли обращающегося. Я специально сейчас меняю вот эти вот бирки, да, потому что в конце концов для меня важно не забывать, что это два человека встретились, потому что если я влезаю в халат специалиста и из него не вылезаю, то между… в нашем взаимодействии нет взаимодействия, там только ролевые взаимодействия. Ну, если это медицина, доктор сказал, пациент должен сделать. Где-то это, безусловно, работает. Ну, вам положены антибиотики, пожалуйста, две недели пейте. Окей. Просто с душой так не получается, с психикой так не получается. Ни один доктор, я надеюсь, что я практически компетентно об этом могу сказать, готов к дискуссиям, ни один доктор своему пациенту не скажет, что им хорошо для его собственной, для его, ну, пациентской, да, назовем это так, грубо, души. И в этом смысле человеку вот эту свою упорядоченность… То есть придется найти самому как-то. Да. Тут есть еще один такой момент, Елена, я бы даже вот так сказал, далеко не распыляясь. Иногда люди очень жестко структурированные находят себе специалистов немножко разболтанных. Они себя с ними чувствуют как в притоке кислорода, потому что структурированные к структурированному, если пойдет, это будет жестко. А люди немножко разболтанные, чувствующие, что они эмоционально вот так вот разваливаются, извините за жаргон, да, что их колеблет, они, в общем, иногда находят этот человек в костюме, последовательный, соблюдающий от минуты до минуты время. Это может бесить, конечно, безумно, но зато это всегда стабильность, это всегда постоянство, и это то, чего не хватает психическому аппарату отдельного человека. И это его собирает, да? Ну, действительно же, удивительная вещь происходит в консультировании, вот в этой психотерапевтической, психологической помощи. Человек часто приходит к каким-то запросам, начинает рассказывать, а, как правило, разговоры, рассказы психики – это вот такая разбросанность. То есть человек не может быть последовательным, у него всплывают какие-то истории. И возникает вот, ну, у меня такая метафора, что его жизнь как будто бы распадается на пазлы, но он пришел с запросом, и у него как будто бы есть ожидание собрать эту жизнь в определенную картинку. Но вот эти пазлы разбросаны, и в процессе работы картинка собирается, но она может быть совершенно другой. Мне пришла в голову метафора, хорошее очень сравнение. Попробуйте, зайдите в любой город, попадите. Да, возможно, у основателя города, читаю, у самого человека было бы желание сделать в городе очень четкое распределение, какой квартал здесь так, здесь детский квартал, здесь рабочий квартал, здесь квартал еще чего-то. Но ни один город таким образом не получается. Всегда происходит взаимопроникновение. Вы идете по городу с стройной строгой архитектурой и замечаете там стоящую церковь, да, к примеру, да, или храм какой-то. И вдруг, ну, это же можно сказать, что я иду по своей собственной территории, да, вдруг за четкими жесткими линиями, за рациональностью, да, возникает вопрос, ну, чего-то там про душу, про иррациональное, может быть, про моральное, да, которое иногда конфликтует. Это может быть кабак, это может быть цирк, это может быть театр, да, внезапно выросший. И, ну, это очень соответствует душе. Проблема, я надеюсь, у нас немного времени есть, проблема есть еще одна. У нас немного времени. Да. Ну, я такой мостик проведу. Иногда вот в таком блуждании у людей в конце встречи возникает ощущение, что они походили по городу, то есть мы поговорили обо всем, но у меня ничего не осталось, говорит человек. То есть у меня нет ничего конкретного, да, и кажется, что если мы обсуждали конкретную тему, хотя такое тоже иногда бывает, да, мы обсуждаем конкретную тему, человек говорит, о, я понял, да, с этой мыслью выходит. Но иногда это бывает блуждание. Я тоже не считаю, что должно быть что-то одно, иногда так, иногда эдак. Иногда это блуждание, и оно благотворным способом влияет потом. У человека возникают какие-то озарения. Он вдруг видит, что те вещи, которые не были связаны в его жизни, например, его отношения с супругом, они каким-то образом связаны с его отношениями, с ее отношениями, с родителями, да, или с еще какими-то значимыми. И ее отношениями с собственным телом, да, с собственной душой. Ну, немножко такое дело. Возвращаясь к началу. Да, да, вы правы, да. Но это приходится обнаруживать. Я думаю, что люди, которые начинают заниматься собой, у них третий глаз какой-то вырастает, но не в эзотерическом смысле. Может быть, два, третий, четвертый, пятый. Мне нравится ваше слово, они становятся зрячими. Да, они становятся зрячими в каком-то таком своем особенном режиме. У них, если про тело говорить, тело иногда становится большим таком глазом, да, или более тонким инструментом ощущения, ну, если доверие к этому телу есть. Ну, как у меня клиент описывает, прошедшие или психологию, там, или психотерапию, они начинают ощущать жизнь каждой клеточкой своего тела и души, ну, по крайней мере, вот им так кажется. То есть ощущение полноты жизни. Ну, в общем, да, такой финал одухотворенный. Я думаю, что в какой-то степени метафора божественной комедии, где главного героя водят и показывают, как устроен мир, я думаю, что она где-то внутри есть. Мне хочется, чтобы кто-то поводил меня по внутреннему миру и показал, где у меня там ад с кругами, где чистилище, ну, пользуясь вот христианской метафорой, да, и где у меня рай, и как я по всему этому могу двигаться. То есть какие-то сигналы. Я полагаю и знаю, что со временем эти сигналы, и эта структура, структурированность возникает. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что ВКонтакте у нас есть группа, которая называется «Разговор по душам Самары ГИС». В обсуждениях вы можете задавать свои вопросы, мы готовы ответить на них в прямом эфире. Или мы готовы поблуждать с вами по этим вопросам, да. Да, по закоулкам вашей души. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Для меня время пролетело очень быстро. Спасибо вам, да, до новых встреч, да, всего доброго. Да, спасибо большое, до свидания. Смотрите на следующий вторник на Самары ГИС. Да, мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Может быть, анонсируем, мы планировали сегодня поговорить о страхе близости. Вот если у вас есть что-то сказать на эту тему, то можете звонить нам в студию по телефону 202-11-22, следующий вторник, или писать в группе в контакте. Да, два непонятных слова, страх и близость, как они сочетаются. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова